Это не просто турнир, а преодоление. Именно так назвали спортивную встречу детских команд по слайш-хоккею организаторы. Год назад в Одинцово появился не совсем обычный спортивный коллектив под названием «Умка». В него вошли 10 ребят, готовых играть в хоккей. Поддержать единомышленников в их стремлении побеждать в наш город приехали столичные команды «Снегири» и «Крылья Советов». Турнир был приурочен ко дню рождения единственного в Подмосковье детского клуба по слайш-хоккею «Умка». У нас история любительская, и мы считаем, что слайш-хоккей – это такой самостоятельный адаптивный вид спорта, в который может играть кто угодно. Поэтому у нас играют ребята с различными формами инвалидности, есть и здоровые ребята, которые играют. И, конечно, поехать шансы на Паралимпиаду, наверное, у них нет. Есть какой-то определенный состав ребят, у которых действительно такая возможность будет. И мы очень надеемся среди игроков сборной России, которые будут представлять нашу страну на будущих Паралимпиадах, увидеть наших воспитанников тоже. Детская слайш-хоккейная лига объединяет 10 команд из разных регионов России. «Умка» – одна из самых молодых и целеустремленных. Капитан Одинцовской хоккейной дружины Александр Собянин на днях вернулся из Канады, где участвовал в международном турнире в составе сборной. Наши слайш-хоккеисты взяли золото, и этот результат, по мнению представителей федерации, сложно назвать удачей. Это мастерство. А что тебе нравится в слайш-хоккей больше всего? Почему ты занимаешься этим битом спорта? Потому что это развивает вид, голову тренирует и думать дает. В первом матче турнира преодоления сошлись Одинцовская «Умка» и московские крылья советов. Гости начали с атаки, действовали проворно и успешно забрасывали шайбы. 4-0. Первое поражение «Умка» приняла спокойно, оценив игровое мастерство соперника и сделав выводы. Главное, что дети играют, получают удовольствие. Это самое главное. Любой турнир, любая игра, любая тренировка для них, я считаю, это эмоции, это радость. Это самое главное. Это стремление к жизни, то есть и двигаться дальше, и расти как личности. Это самое важное. Дети наши окрепли, стали меньше болеть. Мы, конечно, очень благодарны лиге, которая организовала весь этот проект. Благодарны людям, которые нам помогают. Это администрация, которая подарила нам на данный момент платформу балансировочную. Подмосковное дерби стало финальным этапом предстоящего первого фестиваля детской слэдж-хоккейной лиги, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. Хозяева турнира заняли почетное третье место. Отличным дополнением к бронзе стали подарки главы Одинцовского района Андрея Иванова, комплекты экипировки для игроков «Умки». Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».